Мы придумали этот формат, чтобы встречаться с поэтами, которые живут не только в Челябинске. Но это не главная наша была задача. Наша главная задача состояла в том, чтобы обеспечить поэтам некоторую обратную связь, которой они обычно лишены. Поэтов вслух читают либо они сами, либо их близкие друзья, которые сто раз слышали, как они сами читают, и, в общем, как-то попадают на эту волну. А как поэта читает, просто читатель какой-то, который поэта никогда не видел и никогда не знал, поэты обычно не знают, а это ужасно любопытно. По крайней мере, так нам говорили наши знакомые поэты. И поскольку сегодня у нас в гостях Геннадий Каневский из Москвы, я хочу сказать присутствующим, что Гена наш очень большой друг, и когда мы что-нибудь такое придумываем, мы его все время зовем первым, потому что он, во-первых, нас не побьет, а во-вторых, он такой человек, который, ну, правда, вот все умеет, встраиваться во всякие любые движухи и, в общем, всячески их собой украшает. Я тем, кто здесь присутствует, сейчас скажу про Геннадия Каневского пару слов, вы его видите на экране. Геннадий родился и живет в Москве, и всегда жил в Москве. По образованию он инженер, по медицинской технике, как он говорил мне в своем интервью. И работает он в журнале. При этом он, соответственно, пишет стихи, которые были опубликованы везде, где только могут быть опубликованы стихи, во всех толстых журналах, во всех интернет-порталах, которые публикуют поэзию, потому что, в общем, нет такого журнала-репортала, который не хотел бы опубликовать стихи Геннадия Каневского, как мы знаем. У Гены вышло 9 поэтических книг. По имени Устани, Наташа Домиос, письте. Да ладно, я же все знаю. Вот, 9 поэтических книг, из которых две вышли в Нью-Йорке, одна в Киеве, да, Генн? Но он через некоторое время услышит мой вопрос. Значит, две вышли в Нью-Йорке, одна в Киеве, и все остальные вышли в Москве. Кроме того, мы сегодня будем читать стихи человеку, который сколько-то лет назад выиграл большой слэм московский вместе с Аней Рус. А кроме того, его книги дважды удостаивались спецприза премии, литературной премии «Московский счет», которая вручается за книги, вышедшие в Москве. Соответственно, если они вышли в Нью-Йорке или в Киеве, они в этот премиальный список не попадают. И еще у Геннадия есть премия «Московский наблюдатель», которая вручается людям, пишущим о литературных событиях в Москве и вручает ее культурную инициативу. Такая группа, которая проводит, собственно, всякие литературные события в Москве. Вот, я очень много всего рассказала. И я хочу сейчас специально для Геннадия сказать, что у нас в зале есть, хотела бы сказать, не только поэты, но я на самом деле про Рифата ничего не знаю в этом смысле. Может быть, я чего-то не знаю. Вот. А? Коля, что? В своем деле, да. Вот, ну, Коля, да. Соответственно, мы хотели сначала, Гена, задать тебе какие-нибудь вопросы, чтобы зрители, которые вдруг тебя не знают, хотя некоторые знают, да, чтобы ты немножко с нами поговорил перед началом. И мы решили, что должны быть какие-то совершенно обыкновенные вопросы, на которые будут отвечать все поэты в этом проекте. Вот. И поэтому вопросы будут те же самые, которые тебе задают все и всегда, но ответы ты каждый раз даешь разным людям. Поэтому вот. И, конечно, кстати, имея в виду тот факт, что у нас в зале сидят юные поэты, в том числе, которые только начинают заниматься литературой всерьез, вопрос, на который мы хотели бы, чтобы ты ответил, я не знаю, я вот сюда, я в телевизор смотрю. Манеченко как-то засмеялся подозрительно перед словами. Манеченко не хочет отвечать на этот вопрос. Вот. Я смотрю туда спокойно, да? Понятно. Вот. Гена, скажи, пожалуйста, зачем ты пишешь стихи? Зачем тебе это нужно? Ну, Наташа, я, наверное, вряд ли смогу сформулировать, зачем я пишу стихи, я могу сформулировать, почему. Вот бывает с утра, например, просыпаешься, но это почти всегда бывает, и у тебя в голове совершенно, так сказать, невыносимо, неотрывно и как бы неизбавимо звучит какой-то набор звуков, или какая-то рифма, или какое-то просто слово, или какая-то строка, или отрывок из какой-то, так сказать, песни там советской 40-х, 50-х годов. Вот. Это у меня происходит довольно часто, и единственный способ от этого избавиться, это уловить какой-то, так сказать, звукословосочетание, какой-то отрывок музыкальный, откуда-то из воздуха, откуда-то, так сказать, от окружающих людей, там, на улице, от кого-то в транспорте, который ты присваиваешь, и который становится твоим, и на основании его ты уже свою цепочку какую-то такую, значит, делаешь, и это единственный способ избавиться от вот этой вот просодии, навязанной, как бы, навязанной, так сказать, истории, культуры, то, в чем мы живем, создать свою, и в чем-то, может быть, противопоставить. Вот. Вот это, мне кажется, не для того, не то, для чего я пишу стихи, а то, почему я это делаю. Вот. Я не знаю, это такой, может быть, путанный ответ, но я как-то по-другому, вот, проще, наверное, не смогу сформулировать. Вот. А там дальше уже, когда это все написано, ну, оно отпущено куда-то, и там, в общем, летит себе, да, если найдет какой-то отклик, найдет, не найдет, то не найдет. В общем, избавиться от этого совершенно невозможно, как я понимаю. Это очень похоже на тот ответ, который дает, например, Ленор Горалик. Избавиться от этого невозможно, потому что это приходит опять потом, да. Ну, вот, Ленор Горалик очень часто отвечает примерно то же самое. Ребята, как говорится, я вам завидую с Ленор, потому что мне совершенно другие нужны вещи для письма, в общем, какое-то специальное усилие над собой. Другой вопрос, который я хотела бы тебе задать, касается не письма, а чтения. Есть некоторая идея, что все хорошие стихи написаны в прошлом, и вот их читать хорошо, приятно и правильно, и полезно для, не знаю, для брания, для сопереживания, для того, чтобы быть культурным человеком. Есть стихи наших современников, которые были написаны совсем недавно или пишутся прямо сейчас. И ты, я знаю это прекрасно, что ты один из самых внимательных читателей современной поэзии, и я бы хотела, чтобы ты ответил для присутствующих на вопрос, зачем нужно читать современную поэзию, которая, в общем, как-то еще нигде не отлежалась, не просеялась, не стала, так сказать, вот это в хрестоматию, вот это на свалку истории. Зачем ты это делаешь? Как ты это используешь? Почему у тебя такая потребность есть? Слушайте, ну у меня, как бы, на самом деле, какой-то очень простой ответ на этот вопрос. Ну, а зачем вот надо, как бы, дышать, например, тем воздухом, воздухом того времени, то, и, так сказать, того места, где ты живешь, а не, так сказать, пользуясь каким-то консервированным воздухом, значит, в баллонах там, который когда-то, так сказать, был там, да, законсервирован и специально для тебя, там, например, сохранен. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что это совершенно естественно, если человек живет сейчас, то он следит за тем, что происходит сейчас, а как бы современные поэзии то, что сейчас происходит. Другое дело, что ее как-то оценить и как-то ее, так сказать, сопоставить там одно с другим трудно без того, чтобы не прочитать какие-то классические образцы в качестве основы того, из чего вообще это все родилось, да. Вот. Но, ну, вот, я с трудом себе представляю, как можно, ну, то есть, человек может быть, человек, в принципе, не интересующийся поэзией, он может прочитать какие-то, как бы, классические образцы и сказать, что, ну, да, это вот, как бы, все канон, значит, я его прочитал, поставил галочку и дальше мне неинтересно. Но если человеку, как бы, дорог сам, дорог сам принцип, как бы, стихосложения, да, то мне кажется, что он обязательно должен следить, это просто, как бы, у него выбора другого нет за тем, что происходит именно сейчас. Вот. Взгляд, точка зрения, что сейчас все плохо, значит, это когда-то было хорошо и жалко, что оно умерло, это, как бы, известная точка зрения, кто называется рессентиментом, да, который, в общем, ну, как бы, не дает, на самом деле, развиваться ничему. Это совершенно бесплодный и тупиковый путь. Вот. У меня есть, ну, как бы, довольно много современных, любимых авторов, за которыми я слежу, которых читаю все время, да, которым даже не то, что подражаю, но, скажем, когда я их прочитаю, что хочется, вот эта вот способность ловить эти самые звуки, сочетание слов, как бы, строк там и какие-то отрывки мелодий, носящиеся в воздухе, чтение современных поэтов эту способность обостряет, то есть ты как-то более чутким становишься к тому, что происходит вокруг тебя, и способность твоя самому что-то, что-то, так сказать, делать, произвести там и написать, она как бы от этого пока увеличивается. Вот какой-то такой ответ, наверное. На вскидку, это я уже сейчас вот прям придумала, вот, меньше месяца прошло от Нового года, вот что ты в этом году, кого ты уже в этом году прочел, я не знаю, назови несколько фамилий поэтов, современных я имею в виду, живых, живущих, которых ты уже прямо вот в 2001 году почитал прям внимательно, если, конечно, ты всех вспомнишь. Ну как, внимательно я почитал, например, новую подборку, это не назовешь как бы молодым поэтом, новую подборку Гандлевского в первом номере знамени, внимательно уже почитал в этом году, в этом году я внимательно почитал какие-то несколько новых текстов, ну и перечитал старые, значит, Дима Гаричева, за которым, за стихами и прозой, которых я сейчас слежу очень пристально, вот, прочитал несколько новых текстов Ольги Дерновой, московского поэта, вот, значит, но много прозы, кстати, горячитал, не только что о стихах речь идет, вот, что-то перечитал, значит, и Киевы, киевской поэтессы, и пару у нее новых тоже текстов было, вот, дошла до меня, например, наверное, в первые дни только этого года, вышедшая, правда, в конце прошлого, новая книжка, кстати говоря, вот она даже тут передо мной лежит, вот, Екатеринбургской поэтессы Иганы Джабаровой, вот ее я тоже почитал, вот, пожалуйста, несколько имен, которые уже этого года, да, а, кстати, послезавтра еще у нас день рождения Файзова, и Файзова книжку тоже я в этом году читал, тоже только что вышел. Хорошо тебе, я еще ее в глаза не видела. Слушай, ну вот раз прозвучала Игана Джабарова, я уже тогда скажу, почему мы все время тут говорим, что Гена наш друг, потому что Геннадий Каневский приезжал почти на все фестивали «Инверсия», которые мы проводили, значит, неоднократно уже в историческом музее Южного Урала, и он постоянно приезжает, очень хорошо знает челябинских поэтов, уральских поэтов вообще. Я не взяла с собой, к сожалению, эту книжку, но у него есть стихи, посвященные челябинским поэтам, целый цикл стихотворений, и я хотела как раз, Гена, попросить тебя, чтобы ты сказал несколько слов о том, что такое, ну, ты бывал в Челябинске, вот, с чем у тебя Челябинск ассоциируется, что для тебя Челябинск, и почему вообще ты сюда любишь наезживать к нам? Ох, слушайте, ну, говорить такое вообще вот жителям Челябинска все равно немножко страшно, да, они скажут, а почему ты любишь вот это вот, а вот это у нас не любишь, да. Я, у меня интересная, значит, история знакомства, она действительно связана целиком с фестивалем, потому что я первый раз сюда прилетел на фестиваль. Сверху Челябинск больше всего похож на сковородку, это мое самое первое впечатление, когда я к нему подлетал, да, сковородка такая, ручка там, значит, вот эти как бы вынесенные какие-то там, значит, рабочие поселки и заводы, да, вот, в Челябинске совершенно невероятные люди, причем, поскольку я общался на фестивале с людьми искусства, сказать, что совершенно точно в Челябинске совершенно невероятные люди искусства, и если, может быть, сам по себе Челябинск не так, значит, разнообразен и прекрасен в глазах туриста, который просто сюда прилетает не жить, значит, а как бы вот посмотреть, да, в сравнении с тем же Екатеринбургом, то с точки зрения вот чисто человеческой атмосферы на меня он произвел совершенно невероятные впечатления какое-то, то есть тут со всеми хочется сидеть, там, пить, там, чай, пиво, водку и так далее, разговаривать по душам про какие-то, значит, культурные вещи, про искусство, какие-то картины, да, вот, тут со всеми уголками связаны какие-то легенды, да, вот, и я, конечно, долгое время, например, воспринимал, значит, Челябинск как такой вот, ну, сугубо, значит, ну, какой-то, так сказать, суровый, рабочий, южноуральский город, значит, с такими, так сказать, улицами и кварталами нарезанными, там, вот, пока я, например, не сходил, значит, в этот самый, не зашел, значит, за памятник Курчатова, не прогулялся по лесному массиву до карьеры и водохранилища, вот, пока я не посмотрел эти все, значит, как бы полуразваленные какие-то прекрасные, прекрасные, значит, эти святые элеваторы, там, в центре города, пока, значит, не послушал местных музыкантов, которые принимали участие в фестивале, да, вот, пока не почитал, кстати говоря, стихи Саши Самойлова, который, на мой взгляд, просто, так сказать, певец Челябинска и человек, который, который сюда приезжает, значит, должен сначала почитать две или три книжки Саши Самойлова, посмотреть этот комплект открыток, который, с его стихами, которые он в свое время издал, а потом уже ходить по городу, воспринимать его совершенно другими глазами, вот, ну и каждый литератор, приезжающий в Челябинск, обязательно должен зайти в гости к Наташе Садниковой и к Саше Маниченко, я считаю, вот, и еще есть один опыт, который у меня до сих пор, один гештальт, который у меня до сих пор в Челябинске не закрытый, вот, когда туда, сюда в свое время приезжал Дима Данилов на премьеру своей пьесы, он вообще любит так делать, он сел на некий трамвай и проехал до конца, значит, до конструктивистского, такого, значит, квартала рабочего поселка, там, металлургов, да, вот, и вернулся совершенно, значит, с глазами в пятак, там, весь вдохновленный, и сказал, что каждый должен там побывать, я за эти несколько приездов так туда и не выбрался, но обязательно должен это сделать, вот, ну и угол цвиллинга и труда, конечно, воспетый, так сказать, в стихах тоже, как бы, где обязательно нужно постоять хотя бы пять минут. Вот, я предлагаю начать нам читать стихи, сейчас, Гена, ты будешь слушать, как мы читаем твои стихи, то есть мы голос твой уже послушали, ну, присутствующий, а как ты читаешь стихи, многие не знают, поэтому мы начнем читать твои стихи, я сейчас передам слово Саше Маниченко, который будет как раз чтецкую часть вести, и пусть вот он сначала сам первый их и почитает, да? Давай. Ну да, тык-тык, микрофон работает, всем привет, еще раз привет, Гена. Загадочно, один из участников, которого нет в зале, пишет, что он на месте. Интересно. Я, Ян, так, тут грузится, я сделал, как обычно, маленькую подборочку из относительно старых текстов Гена. И, собственно, все эти тексты звучали не только в моем исполнении, на наших стихах о в разные моменты. Козьма Прутков, Ревизитед. Ты поэт и славный малый, но по будням скучный клерк, разве это завещали Рубинштейн и Айзенберг? Если водки не хватает, наливай скорее портвейн, вон на лавке разливают Айзенберг и Рубинштейн. Дух везде скотина дышит, даже в чистый блин четверг, почитай, как славно пишут Рубинштейн и Айзенберг. Если в ухо ветер дует, если свет в глазах померк, посмотри, как маршируют Айзенштейн и Рубинберг. Теперь совсем старье, по-моему, это из книги «Небо для летчиков», хотя не уверен. Я, говорит, Салтыков щедрин, Зверь, обличитель зла. Хочешь прорваться, Звони один, Звездочка треск, 0-2. Сотни томов, Восковых неправд, Прадед секунд майор. Радуйся, Имя твое виноград На языке моем. Я, продолжает, Тулус Латрек, Средней руки горбун. Я только в эти холсты одет, В эти штрихи обут. Кот мой, Магнит мой, На карте краб, Шулерский мой прием. Радуйся, Имя твое виноград На языке моем. Гроздь, Гроздью корми, Оплети лозой, Чтобы глядеть в зрачки, Не отрываясь, И по одной строчке Моей зачти. Писано ощупью, Наугад, Сунуться рылом В калашный ряд, Крикнуть в дерной проем. Слышишь ли, Пастырь овечьих стад, Слышишь, Садовник, Идущий в сад, Радуйся, Имя твое. Еще один мой очень любимый текст Из книги «Поражение Марса». Перке. На сосновой даче Игра в лапту, Сын наркома В белом стоит цвету, Хочет рыженькую, Вон ту. Теплоход плывет По стеклянной реке, Два гудка его, Два укола перке, Малый шрам на ее руке. Машинист поет И уходит в рейс, Старший мастер Звонко стучит о рельс, Послезавтра его арест. Человек идет Вдоль проезжей любви, На закат, На левый берег Невы, Он в тени своей головы. У собаки боли, У кошки боли, У страны моей заживи. Из этой подборки все, И я в последний момент Решил, что все-таки хочу Из самой последней книжки Почитать, Потому что Я, по-моему, Тебе, Гена, Говорил, Что это, На мой взгляд, Совершенно офигенная книжка, И, скорее всего, Пока что лучшая у тебя. Жаль, что ты уже выучил Наш язык, Я бы хотел Услышать твой, На нем называют Не лежащую ночью На всех поверхностях Пыль, А дневные пылинки, Что танцуют На святу, Каждую Своим именем. На нем управляют С нами, Обращаясь на вы И тактично подсказывая, Когда и в каком порядке Снится. На нем следы Предшествуют Оставляющему, Предупреждая О его приближении. На нем можно крикнуть Огню, Чтобы горел Потише. Там, Где выбивальщики ковров, На своем секретном языке Песни беспокойные поют, И друг другу Оставляют знак Серые квадраты на снегу, Пыльные кусты Под выходной. Через два на третий И оклад Неплохой, Но мог бы лучше быть В золоте парче И жемчугах. Полотеры Хвастались таким, Били их ремонтники воды, Чтобы впредь Ходили поскромней. На второй И сокровенных дней, Покрывая пятнами Холсты, И спещряя Точками эмаль, Мы сюда пришли Издалека. Подскажите, Где попить любви? Где в музее Посмотреть кино? Где подростка Посветить огню? Если бы я не боялся, Что все сказанное Рано или поздно Случится, Я бы просил, Сделай такой день, Чтобы лист бумаги Вариант для славянофилов Ствол березы Казался черным На его фоне И чтобы слова На этом листе Вариант для славянофилов Метки на стволе березы Казались черным На черном И еще Сделай, Чтобы этот день Был последним, Но не кончался. У меня все. Ну тогда Юлия Леонычева Я тоже прочитаю Не из нового сборника Вот сборник этот Мне Саша Любезно переслал Мельхиур, Балтазар, Гаспар Все идут Один за другим Ты бы лег И чуть-чуть поспал В том углу, Где теплее дым Где густеет овечий чат И собаки во сне ворчат На равнине белое как хлеб Места выжить Другого нет Тут пещерка в снегу Вертеп Керосинка в пещерке Свет Люди Ирода За горой Рассчитайтесь на первый, второй А проснешься, когда На тот случай Если придут они Пенсионное приготовь Безотцовщину упрекни Чудеса объясни простым Был влюблен Выпивал Простыл Завтра будет солнцеворот Дальше оттепель Дальше дождь За дождем Вселенский потоп За потопом Великий вождь Но по небу Идут волхвы Словно всадник Без головы Наверху темнота А внизу уже странно светло И калитки дрожат Ожидая последнего стука Это ангел весны Волоча за собою крыло Тихо входит в наш город уездный По улице Глюка Как забавно порой возвращение Прежних имен В сорок лет ее улицей Бабеля Бебеля звали Покорна Только гипсовый памятник Бебелю нынче снесен Так что подшему ангелу Здесь проходить Не зазорно Он райкомовский сквер И почтамп на углу узнает И автобус экспресс Проезжающий в Брянск из Полтавы Он когда-то отсюда Вознесся на небо Но вот Обломали крыло И сослали назад Для забавы А ему наплевать Он поет Он идет налегке Лишь крылом задевая ограду Моргает от боли До кусочек весны Что несет он в газетном кульке Как поклон землякам Пусть и те позабавятся Что ли Нет, не все еще Еще не все День Конституции Кто-то вспомнил Удивительно Старый, старый Да, это стихотворение Из книги «Поражение Марса» Кто-то вспомнил зима И встряхнул над землей воротник Между пальцами щель Замедляет очки ненадолго Сфокусируешь зрение Глядишь и к морозу привык То ли Дон, то ли Волга Где под белым Недавно замерзшим Не ходит вода А между ними И ближнюю сферой Безжизнен и матов То печеный Ростов То плетеная Вологда То стеклянный Саратов Пусть хоть кто-нибудь скажет Садись, ты и здесь ко двору Разведет кипяток Поднесет перемены на блюде Это люди, конечно Хотя поглядишь поутру Как бы вовсе не люди Не давайте мне зеркало Я к вам пришел из Хазар Как увижу урода Боюсь, не стержусь и завою Но хотя бы иногда попадаетесь И мне на глаза Ничего, что спиною Эту карту Европы Украл не агент, а сосед Этот кухонный заговор Не декабристы, а климат Это нас перед смертью помнут Поглядят на просвет Покряхтят и не примут Снова вскроется лед И повалят другие Стоять и томиться у входа Под нестройное чтение Первой строки Мы народ Враг народа Я могу еще, конечно, долго читать Потому что я Аж 17 стихотворений выбрала Но думаю, что надо другим Предоставить возможность Да Еще? Спасибо огромное За вас? Хорошо, давайте Гена Я очень понимаю Юлию Вот Саша не сказал Юлия вообще библиотекарь По роду деятельности По роду деятельности А по специальности Она историк Наташа, я филолог Все же таки Просто кандидатская Историческая была Она филолог А кандидатская у нее была Историческая В общем, это такой Здешний Истфил такой Вот И Юлия постоянный Участник нашего Литературного всего Я ее очень хорошо понимаю Когда я начинаю Выбирать твои стихи Чтобы почитать Я тоже не могу остановиться Нет, это серьезно Вот я сегодня в 5 утра Специально встала Чтоб на свежую голову Сборник просмотреть И я не могла остановиться Вот подправда Поэтому спасибо вам огромное За это чудо Потому что Вы знаете Когда как раз разговариваю Желда О современной поэзии Вот насколько Вот я при всем Своем классическом образовании Я понимаю, что От Пушкина-Добродского В этом отрезке Все не заканчивается Потому что Человеку важно чувствовать Нерв времени Важно чувствовать язык Потому что А иначе получается Что ты в каком-то Безвоздушном пространстве И когда вот именно То, что ты чувствуешь Понимаешь Да, то, что накладывается Ну, может быть Поколенческие еще Какие-то вот моменты Да, вот Потому что И ты понимаешь Господи Ты же это чувствуешь Ну, как человек сказал И вот это все Так ложится на душу Поэтому спасибо вам огромное Спасибо, но это примерно то, что я как бы хотел сказать Ну, просто вы это гораздо менее косноязычно, Юля, сказали, чем я Вот еще тогда одно стихотворение прочитаю Вот, которое вот тоже мне так очень легло на душу Любой, но чтобы сосны за окном Пускай дощатые, карточные, но сосны Пусть будет лишь одно название Дом Но будет отблеск На заказе красный И пред тобой Негодным к строевой Вечерний строй К морской Вовеки годный Закончен день Сурдиночный И злой Их музыкою Медленной И медной Протри Потом поставь Свою углу Из воздуха И никогда Не мимо Из солнечных квадратов На полу Из голосов Их называют Гамма Все в очереди За одним Другой И до реки До моря Через море И там уже столетний лес Секвой Кто вы Кто вы Такой И вам отметят Мирой А в воздухе Эфирные тела И искры И горячее светило И медленная музыка плыла Пока на сердце Жгло И расцветало То закрывал То открывал Глаза Все проверял На месте Не исчезли Прозрачные Янтарные леса Какие были До Как будут После Жизни Спасибо большое Юлия Думаю, что Роман я вашу Выполнил Спасибо Спасибо большое Да Что-то мне показалось Что последнее стихотворение Как-то Корреспондирует С Сальниковским Светла Как никогда То снова Застит цвет Помнишь Ген Этот текст у него Я Можно Саша Я сейчас объявлю Я хочу Да Я хочу Ну, был такой Да Оно очень Давнее Я тогда еще Про Сальниковых Не знал Ну и у Сальниковых Тоже очень давнее Про Балканскую звезду Я хочу Пригласить К микрофону Свою Мне так это приятно Произносить Свою коллегу Я никогда Я работала На самом деле Генобиблиотекарем В общем Очень много лет назад Страшно Вспомнить В каком-то 91-м году Я работала Библиотекарем Недолго Ради декретных Как у меня В одном стихотворении Написано Работала Библиотеки Вот Теперь я снова Работаю Библиотеки У меня появились Коллеги Я хочу Пригласить Наталью Микерину Которая Не только Сотрудник Нашей Прекрасной Прекрасная Гена У нас Библиотека Мы тебя сюда Обязательно Приведем Прям живем Когда ты приедешь Вот Но еще Очень Большой фанат Вообще Поэзии И она Человек Сценический Она Любит читать Стихи На публику И я думаю Что Она В общем Покажет нам На самом деле Некоторый Пример Сценического Чтения Потому что Мы-то Привыкли Бубнить Как обычно Как будто бы Вот Наташа Дорогая Так я и сам Здравствуйте Здравствуйте Геннадий Я очень рада Что познакомилась С вашей поэзией Мне Очень приятно Знаете Я подготовила Одно стихотворение Просто потому что Память у меня Не очень хорошая И Сколько Я смогла выучить Я выучила Но Это стихотворение Я прям Прочувствовала И оно Называется Рыбалка Как ни странно Я сама Люблю рыбачить Поэтому я Поняла О чем Вы Писали Надо сейчас Его вспомнить Нет Наливай Конечно Не жалко Но не теряй Лица И не забудь Поутру Рыбалка Ловля Воздуха На живца Знаешь Его все Меньше Он в самых Золотых Потайных Местах Тихо Дышит В воздушных Ямах Слабо Мерцает В багетных Рамах Грудь В крестах Голова В кустах Помнишь Ездили за Калугу Щучка Во И подлещик Во Так Подтягиваешь Подпругу Так Собираешь Себя В дорогу Умбрия Умбрия Понемногу Сиена Сиена Поверх Всего Вау Спасибо Спасибо Наташа Это было Болепно Вам большое Спасибо Слушайте Между прочим Тут я Если можно Если меня Наташа Позволит Садникова Я чуть-чуть Вклинюсь И Саша Это очень Старое Стихотворение Но тут Очень любопытно То что Наталья Сказала Что она Как раз Любительница Рыбалки Я себя не могу К любителям Рыбалки Отнести Но это стихотворение Имеет посвящение Оно посвящено Замечательному Московскому поэту Михаилу Квадратову И вот Михаил Квадратов Он Не то чтобы Безумный Любитель рыбалки Но он По-моему До сих пор Если он Как бы Это дело Каким-то Компаньонам Не передал Хозяин небольшой Фирмы Который торгует Рыболовными Принадлежностями И поэтому Это стихотворение Оно в эту сторону Вырулило Как раз Но это так было Скать Отступление В кавычках Да И теперь Следующий участник Примчавшийся Сквозь уральскую вьюгу Римма Аглиулина Замечательный Челябинский поэт Ты Гена Ее Должен помнить Вау Римма Прекрасно Прекрасно Я ее помню Знаю Люблю И вообще Мечтаю Еще раз Приехать И с ней Поговорить И посидеть Обязательно Увидимся Так И Я просто Очень-очень Люблю Это стихотворение Я мгновенно Знала Что я буду Читать Когда услышала Слово Пауза Слово Чуть более Длинная Пауза Семь Произнесенных Подряд Коротких Слов С почти Незаметными Паузами Между Ними Пауза Короткий Шепчущий Можно даже Сказать Стрекочущий Звук Пауза Два Слитных Слова Очень Короткая Пауза Длинное Слово С медленно Произнесенным Первым Слогом И ускоряющимся Темпом Произнесения К концу Короткая Пауза Несколько Слов Организованных Попарную Ритмическую Группу С очень Короткими Паузами Внутри Пар И длинными Паузами Между Парами Короткая Пауза Десять Произнесенных Подробно Пулеметной Очереди Слов Длинная Пауза Слово Невероятной Длины Мхатовская Пауза За время Которые Некоторые Слушатели Начинают Аплодировать Другие Стоют И подходят К барной Стойке А распорядитель Вечера С видимым Облегчением Шарит В поясной Сумке В поиске Сигаретной Пачки И зажигалки Слово Спасибо Рима Спасибо Я очень рада Что Рима Успела Прибежать Я знала Что ты будешь Рад ее видеть И я хочу Сейчас Я ищу Прямо Я могла Вот кстати Подойти Куда надо В общем Гена У нас тут Всякие события Происходят В библиотеке Интересные Почему Как говорится Почему это должно Быть интересно Жителям других домов Как сказал Классик Вот мы Буквально В ближайшую среду Открываем Здесь Публички Новый проект И он будет Связан С молодой Поэзией Челябинска Он будет Называться Я тебе Специально Что ты Сказал Вообще Хорошо ли Мы придумали Безобразие Какое-то Вот Он будет Называться Пой Читай Говори Литературный Клуб Для музыкантов И других Жителей Вот такая У нас Стоя Звучит Совершенно Прекрасно Звучит Я бы сказал Как-то По-зощенковски Да Что Это Должно Быть Как-то Причем Это Как-то Совершенно Прекрасно Переводится На английский Язык Но я Естественно Уже Забыла Может Рифат Потом Вспомнит Вот Я Почему Об этом Рассказываю Потому Что Этот Проект Возник По Инициативе Значит Девушки Которая Сейчас Выйдет К микрофону Вот Она Сама Пишет Стихи Пишет Музыку Она Учится музыке В институте музыки А где еще можно Музыке учиться Вот И одновременно Она Организует Вокруг себя Какой-то Круг людей Которые Тоже Пишут Стихи Пишут Музыку Играют Музыку Они Тут Приходили Порепетировать Играли Нам Рахманинова Боже мой Просто Вот На нашем Скромном Фортепиано И Я Сейчас Приглашу Афону Зовут Мария Молодцева И Она Тоже Все Можно читать Да Ура Здравствуйте Геннадий Мне сегодня Очень приятно Находиться Здесь Наверное Это Одно из Первых Мероприятий Когда я Действительно Могу Пообщаться С Настоящим Поэтом Вот так Вот Практически Рядом Пусть И не вживую Но И так Через Вдет Связь У вас Тоже Не искусственная И когда я готовилась К чтению Я тоже не смогла Выбрать Одно стихотворение Меня Зацепили Сразу Несколько Хотя До того Как мне Наталья Сказала О том Что вы Пишите Замечательные Стихи Я не была Знакома С вашим Творчеством Но Мне Очень понравилось Хоть я и не все Поняла И многие вещи Для меня Были Незнакомы Непонятны Какие-то связи Оказались Полной Неожиданностью Но Я прочитаю То, что Мне понравилось То, что Мне запало В душу По второму Каналу Опять сериал По четвертому Трепа любви Я Пельмени купил Я 500 Разменял Не ругайся Шифровку Прими Доставай Из комода Свой ключ Запасной Передатчик Дыханием Согрей Мы не крови Одной Мы спецслужба Одной Алекс Юстасу Выпьем Налей Просто Нас угораздило Жить свысока Видеть Вещи С другой Стороны Нам Отдали Сладка По цене Коробка Спичек Пару Мгновений Весны Я Красивую Форму В ломбард Отнесу Я Кресты И Нашивки Спарю Я Покончу С собой В баварском Лесу Для тебя На работе Сгорю Ты Ж Не Выдай Смотри Агентурную Сеть Отпирайся И стой На своем Он Такой Же Как Все Он Такой Же Как Все Не Ругайся Как Слышно Прием Надо Надо Откроем Откроем С другой С другой Стороны Не Разглядели Ну Что Ж Извините Мокрого Луга Трава Высока Краткий Привал Живописная Нега И Облака 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 Заполонившие Тесное Небо Все Забыть И По второму Кругу Воздух Горше И Плотнее К югу Вот И Смас Сгустилась Грозовая Харьков Запорожья Лозовая Здесь Меня Когда-то Хоронили Те Со вкусом Меда И Ванили Я Лежал На чистом И казенном Наслаждаясь Местным Черноземом И Не важно Что Иного Века Что Жидовская Кровь Злая Мета То-то Под Курганом Веками Скифа Пополам Железняками Попрошу Стариную Подругу Проезжая Тулули Калугу Звоном Поздним Землемерной Цепью Грянься Озим И Лети На степью Как летают Птицы Без названия На Днепря Двойдоном И На Зранью Как Сменил До Кембрии Януари Расскажи В последнем Мемуаре Расскажи Как мы С тобой Играем Разлетись В тетради Юдинфраем Кровь Порту И Привкус Купоросной Маленькой Войны Победоносной Следующее Стихотворение Которое Я прочитаю Действительно Меня очень Сильно Зацепило Причем Вчера Абсолютно Случайно Прогуливаясь По вечернему Городу Я сделала Несколько Фотографий И Почему-то Перевела Их В черно-белое И вот Уже Сегодня С утра Листая Ваш Сборник Я нашла Стихотворение Которое Называется Чабе Ляг Скорее Зима Подыткну Тебе Одеяло Будешь ворочаться Спою тебе Потихоньку Наши дети Двенадцать лет Не видели Снега Позабыли Скинг Энскейтинг Там вдали Метель Лети Лети Лепестричка Медсестра Дала Валидол Лепесин В дорогу Там еще Керосинка Лепит Подводку Дуэли На расстоянии Поцелуя Ляг Скорее Зима Ну что Тебе Все не имется Широко Раскинься Вольно Голова В Магадане Левой ногой Правой ногой В Мурманск Нежно возьму тебя В начале Урала Ни одного туннеля Так не оставлю Прошепчу Ни шагу назад За нами столица За окном Минус сорок Я купил линолеум Гвоздиком покорябал Подписал НН Мастер Линогравюры Ляг Скорее Зима Пусть тебе приснятся Черно-белые Реки Со временем Все окисляется Все теряет контакт Перетирается так Что остается Тонкая нить Пытаться поймать Держать И ловить Не дышать Как при рождении Радио Ради него Слабого ждать Челчка Садись Подложив Под правую ножку Стула Деревянный брусок Левую руку Вправо наискосок Рычаг Вверх До отказа Тумблер На шесть часов И держать Чтобы Не дай бог Если Сигнал потерян Ударь кулаком Третьей задней руки По наклеенной мной Красной метке И беги Долго беги Если сердце Откажет Пусть кто-то рядом Нажмет На три Активные точки Забыл Какие Последнее Стихотворение Когда я готовилась читать Я не совсем поняла Как ставится Ударение В словах Мне даже пришлось Все это дело гуглить Но я надеюсь Что я прочитаю Это все правильно Есть такая работа Не сражаться А думать Не плакать А петь Есть такая свобода Мягкие форточки Серебристые числа Под вздошный шар Есть такая летняя лихорадка Двенадцать часов Скрытой камерой Возле придонного ила Есть такое Такое Ну такое Как бы сказать Короче Вот это все Апатия Апофатия Есира Арафатия Равноудалены Крохотно Недоступны На этом у меня все Спасибо за внимание Маша Спасибо огромное Это по-моему Не в обиду Сказано Остальным участникам Самые проникновенные чтения Которые сегодня До сих пор услышу Я бы даже сказала Что вот сейчас Я прямо услышала Процесс присвоения текста Потому что Остальные В общем надо честно сказать Гена Немножко слышали И немножко находятся Под обаянием Теиндонации Остальные прекрасно Прочитали Но это Какое-то Это какое-то Новое его рождение Прямо буквально Да абсолютно Вот это то Чего мы в общем И ждали Теперь я приглашаю Следующего участника Еще один Коллега Натальи Санниковой Из этой прекрасной Библиотеки И один из кураторов Южноуральской Книжной ярмарки Рифат Абдрашитов Добрый вечер Помнишь, Родина Как ты меня Подушкой Чтобы внешне Все осталось В лучшем виде А внутри Чтобы обрывались Тромбы в душу Ты не думай Я на это Не в обиде Помнишь Ставни, что Привыкли затворяться Если что-то Что-либо снаружи Закричали И рабочие столовые Саранска С плесневелыми Мясными кирпичами Казематы До бараки До остроги Суд Бессмысленный И скорый И неправый Но зато Я языком своим Потрогал Твой язык Проникновенный И шершавый Как тянулся он Доверчиво И хрупко Как поэты Берегли его В ладонях Мед и пламень На устах Твоих Голубка И вино твое Не тронуто Водою Пей вино мое Ты тихо говорила Это кровь моя Ты жестом Добавляла И летели Узловатые перила Над окурками Обводного канала Я злоупотреблю Прочитаю Вот Патриотическое День Знаешь Такой Деревянные тротуары Глиняные мосты Петухи Перед рассветом Доброе утро Тебе говорит Самара Добрый вечер Саратов И где-то сбоку Лезвие Волги Отрезающий От тебя По кусочку Очень скоро Останутся только Кости Очень скоро Люди все На свете увидят И глаза у них За ненадобностью Исчезнут И когда твой Череп найдут В подвале На краю оврага Археологи скажут Ощупав В передней части Два отверстия Напоминающие Пулевые Видимо выстрел И контрольный выстрел Приходит зима Уходит зима Приходит Вот ты ездишь туда-обратно Как хоббит Надеваешь Траурный воздух Мехом наружу Думаешь Сдюжу Или не Сдюжу Впрочем Думаешь Это другими Совсем словами Какими думают Коми Или Саами Водитель Снимает перчатки Ключ вставляет Греет Не задумываясь Как лишь человек умеет Голубь пешком На свалку Собака Рысью К дому Кто сказал им Что надо так А не по-другому Кто-то всегда Пугала Скульптура Скорбящий гений Жизнь животных Откроешь Глядишь Это Жизнь растений Что ли Переверни подушку Выверни Наизнанку Куртку Полюби Безответно Красивую Лесбиянку От природы Скромней К дамам Заглядывай Вырез Платья И попадешь В первый Небесный Выпуск Горчаков В министры Кюхля В курную Хибару Я же Стою на снегу За всех Один Погибаю Спасибо Спасибо большое Спасибо Спасибо, Рефат Теперь я Приглашаю Неожиданно Прибежавшего Еще одного Участника Молодой Челябинский Поэт И танцор И немножко Филолог Ян Любимов Множко Филолог В общем Все Множко Здравствуйте Всем Вы знали Как я бежал Сюда В общем Потом я понял Что и стихотворения Тоже получились В тему Сейчас я Отдушусь О чем Ты бежишь Утренний Бегун В парке О чем Неслышно Рушишь Воздушные Арки Врата Света Встающие Перед тобой Незримо О чем Возвращаешься Падающие Листья Целуя О чем Волочить Стопу Припадая Слегка На цезуре Бегущий Рядом Резеншнауцер Сучка По имени Рифма О тебе Бегун Облюдатель С пятого Этажа Глядящий Воздвигающий Эти врата Откладывающий В долгий Ящик Все на свете Заслышав Осипший Тростник Знакомый О тебе Даже и тогда Не выходящий Из дома Ссылаясь На геморрой На лень На теплое лона Когда мимо тебя Пробегает Твой истинный Звук Настоящий Обо мне Не может быть Не могу поверить Отвернусь От окна Уткнусь Взглядом В картины В двери В засохший Вереск Мне волнение Запретили терапевт И знакомый Сексолог Отвернись Но учти Больше о тебе Не пробегу Ни разу Не замедлю Быстро текущее время Не дарую радость Что ты мог бы познать Следуя ритму Моих кроссовок И второе стихотворение После смерти Хозяина В доме Слышны шаги Забирай И беги За углом Отверстия В воздухе И штыри Отвернись Не смотри Стелющиеся Растения Вертикальный Туман Выгляни Из ума Пишут Забастовала Служба Внешних Границ Выйди И сохранись Выполненный Частично Выставленный В проход В сентябре Новый год По старому Календарю Обхожу Не смотрю Медленно Забираю Диким бегу Конем Вышел И сохранен Спасибо Спасибо большое Спасибо, Ян Да, спасибо, Ян У нас тут Все как всегда Люди в процессе Горячасы Хотят еще И мы повторно Вызываем Риму Аглиулину Потому что Она хочет Еще Еще Да, на самом деле Я изначально Хотела еще Но я прибежала Не успела Увидеть обстановку И подумала Что мне не разрешат Еще Оказывается Разрешают И пальцы Спускаются вниз Застежки Крючки Теребя Реки Сероватый Разрез В холодном Баку Ноября Скрипит Рассыхается Стул Табличка Сдается Жилье Все любят Вирджинию Вульф Никто не боится Ее Камнями Карманы Набив Себя Ободряя Камон Бестрепетный Речитатив Бестрепетный Впереди Рыдает Пепелотто Что его Уже Не узнает Что Когда он Приходил Ночами Тихо Поворачивая Ключ Был он Сыном Светлого Начала Стал же Частью Озера И туч Не грусти А крайными Неба Луч Пройдя Зажжет Стекло Окна Смерть Посолит Нам Краюшку Хлеба А любовь Поднимется Со дна Иди К гостям За мой Пятно На ткани Прими Таблетку И иди К гостям Они Пришли Не давши Целования Последнего И вот Уселись Там Я дал им Все А кое-что И с кремом Сказал им Про бродячие Огни Но дрожь Земли Вернее Легкий Тремор Почти Все время Чувствуют Они Лишь Ты Одна Пока Была Живая Все Исцеляла Наложением Рук Как громко Лают Псы Сторожевые Ступай Мой Друг Ступай Туда Там Кто-то Колобродит Я Все Накрыл Я Приготовил Лед Но Мелкая Моторика Подводит И Темная Истерика Поет Последнее Насчет него Я сомневалась До последнего момента Потому что Там Какой-то момент Когда мне Трудно Даже глазами Это читать Но Главмоз Строй Будь не братом Или сестрой Кофе земли Предложи мне С бетонной пенкой План Нарисуй мне Кичливой землеотвода Внеси в реестры Отрави меня В придорожной столовой Где стоят Дальнобойные фуры Значит там Не отравят Унаследуй боль Мою и свободу Развались Расточись И смешайся С прахом Росглав Снопстрой Дормаш Загранпоставка Видишь Имя нежное Твое Я запомнил Цветами тебя Одарил полевыми Уподобил Серни тебя На горах Ливанских Штокотолку В трещинах Где зашифрован Тайный код Вселенной Покрыл я Бесцветным лаком И твои машины Незаметные для живых Но видные Мертвым Я наполнил Воздушными Шестернями Кривошипами Синевы Карданами Снега Что иное Я должен Сделать Дабы сам Ты себя Пожрал О роборос Крутятся Сплетаются Воздушные Черви Неразличимые Человеческими Глазами Над великим Бородом Над равниной Каждый Певец Своей смерти Сын Своего Камуфляжа Браво Спасибо Римма Ты мой Герой Я как раз Тоже Сегодня Репетировала Это слово Думала Почитать Это стишок Но Как говорится Мне Крупно Повезло Союз Глав Снабстрой Дермаш Загранпоставка Союз Глав Снабстрой Дермаш Загранпоставка 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 Из книжки Я люблю Загранпоставка Нашей Загранпоставка 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 Отлично. Спасибо. Человек печально... Дэйю это, кстати, кто? Кому посвящено стихотворение? Если не секрет, конечно. Потом скажи. Человек печально увлечён... А, это прекрасная художница Диана Юсин. А, вот. Я чувствую, что я должна знать. Человек печально увлечён отсыревшим битым кирпичом, аркою, окном, дверным проёмом, флигелем, плитой, доходным домом, всем, что ни к чему и ни о чём. В человеке медленно болит городской малотиражный вид, щелевой сквозняк воды проточной и мигалок переблеск полночный, больше ему неба, говорит. Человек не ночь, не мяч, не врач. Он полупальто, рюкзак и шапка. Под дождём легко ему и зябко. Он обложка, маркер и закладка. «Господи, согрей его и спрячь». Вот теперь становится понятно, откуда там все эти маркеры, закладки и все остальные. Она ещё архитектор по образованию, помимо всего прочего. Ну и тогда, поскольку их всё равно никто не прочитал, те стихи, которые Гена я читала самыми первыми, из-за которых я тебя полюбила, как самая настоящая фанатка твоя. Ну, фря, конечно. «Если лежишь в жару, не проси воды. Будет узкий зрачок, нитевидный пульс. Я попросил, и видишь, где я, где ты. В ведомстве Берии делают белые льды, ими врагам устилают полярный путь. Там из мрамора с золотом унитаз, но не для служащих, только для самого. Там убивают в такт, отсылают в таз, а иногда там светится госзаказ в тайном окне, но не разглядишь его. Я полюбил оттуда секретную фрю, маленькую еврейку на трёх языках, но у меня в роду кулаки, языка, зубы плохие, дёргается щека, я по ночам невнятное говорю. Жёлтая жизнь, крамольная карамель, ты, леденец на палочке, петушок, ты, под луной, лежащая ногишом, ну, напиши донос, отхлебнув боржом в ведомство Берии, и повернись ко мне». Шкатулка. Вышел из дому, шёл по переулку, с твёрдым панцирем с мягким животом, знать попал в музыкальную шкатулку, не вернулся, ни в этот, ни потом, только что-то осталось на комоде. Что-то тикает, звякает извне, то ли фото с улыбкою на морде, то ли почта с сумою на ремне. Иногда, словно джазовая тема, торможу ли, туплю ли от жары, возникает, расталкивая тени, напевает, смеётся, говорит, просит водки и снова умирает. Вызвать мастера, вставить новый чип. Люди движутся, музыка играет, люди падают, музыка молчит. «Радуйся, имя твоё». Проснулась Гена то ли сегодня, то ли вчера, и прям про себя говорю, в эти холсты одет, в эти штрихи обут, думаю, что это я, а оно вон оно что. Гена, спасибо тебе за твои стихи. Спасибо тебе. Да, пусть их будет ещё больше. Гена, я передаю теперь слово тебе. У нас осталось, что называется, какие-то считанные, может быть, 10-12 минут на то, чтобы завершить эту встречу. Я прошу тебя, ну, не знаю, ты можешь что-нибудь сказать и почитать свои стихи. Ну, давайте попробуем. Да, да, а потом я не буду уже даже ничего объявлять, я сейчас скажу, а ты сам к этому перейдёшь. В самом конце я попросила Геннадия прочитать одно стихотворение того автора, с которым мы будем встречаться через месяц. Он скажет, кто этот человек, он скажет об этом человеке какие-нибудь два слова с любовью, потому что я знаю, что он её любит, и прочтёт вам какое-нибудь стихотворение. А сейчас Геннадий Каневский. Ну, сказать я могу только, что я невероятно совершенно растроган, это было совершенно прекрасно. Вот, я очень хочу, чтобы этот карантин наконец кончился, приехать, как бы всех вас увидеть, обнять, да, и почитать что-нибудь новое, и вы мне что-нибудь новое почитали. Спасибо вам огромное. Вот, и этому проекту жить, и тому проекту, который, так сказать, задуман вот с Машей, читавшей сегодня так прекрасно, тоже долгой и хорошей жизнью. Я попробую несколько штучек прочесть из таких недавно написанных. Ну, например, Известь и изморось. Всё ночное, но держится крепко. Сквозь сплетённые пальцы райцентров просачивается свет луны областной. В караоке поют, подражая древним, губернатор с людьми. Тихо, как в фильме Нуар, вращаются лопасти вентиляторов и пропеллеры вертолётов, греющих двигателей, чтобы по первому знаку начальства устремиться отсюда, в стеклянные поймы, к холодной и хрупкой, ледяной, невозвратной валюте, к текучим, как дым, иномаркам с сандаловым деревом тёмных салонов, ко всему, что так грело ещё накануне до восстания великих прозрачных. С верхнего ветра на 109-м этаже атмосферы кажется нежным подшёрсток земли сладко-ритмично поплёвывать вниз, сбрасывать пепел от прежних ядерных зим. Посвистывать в кулуарах Тора и Одина звали они по-другому, Фенрира не было. Впрочем, всё это не важно Министерству абсорбций. Значит, в следующем стихотворении упомянута такая платформа «Красный Балтиец», это недалеко от моего дома, московская довольно известная железнодорожная станция, такая узловая. Раскалялись и тихо светились, Но, почуяв, что жизнь удалась, Возле станции «Красный Балтиец» Молчато шлёпнулись в жидкую грязь. Там и так-то не очень уютно, На пустой, на ничейной земле, Где и ветошь, и пятна мазута Подмерзают, как дело к зиме. По ночам, освещенные тускло, Пешеходный вверху переход, Перешёптываемся из устно, Ибо почта долгонько идёт, Исползаемся по миллиметру, Те, кто корни пустить не успел, Чтобы снова горячему ветру Дать размах металлических тел. Только надо дождаться момента, В водокачке вскипает вода, Уголь есть, пулемётная лента, Ветер с нами порвёт провода, Вот и города тёмная порно, Мечет свет от угла до угла, Слышишь скрип, Слышишь хруст на платформе, Это наша взяла. Поезд пусть едет на запад, На запах его. Я не хотел в эти Марбург и Фрайбург, Там дым, сердце и пепел подошв, Мне просто хотелось в звуках имён, В кликотании и шёпот химер, Мне вообще больше нравятся звуки, Звуки и запахи, Запрят крытым вагонным, Цайтунгом, Тамбурным, Пыльным, Цайтгайстом, Сосновых, Стройных, Прямых, Три фамилии, Тенью с Урала, Запахи пьют, Удлиняются нос Дрехимерой, Готикой, И незаметно становится Чуть лошадиным, Время лица И пространство Стоит за плечами И впереди. Письма Пусть едут За ним, Мы звоним Экономней. Поезд пусть рыскает Мордочкой тычась слепой, С полуприкрытым Слепящим глазом, Куда поведут его в масле Поршни его шатуны До рождения мамлеева Годы до смерти Не будем считать. Если правее поведут, Там начнут Балтские цокоть платформы Резы кныталсы, Тыкумса, Нет, Это, Кажется, Вождь из индейских племен И устав от имен Влево шатнет к Белостоку К Ракову, Кврослому мною заочно Нежному там Недалеко уже Будем стоять На меже, Рубеже Между двух Грядок Железных И будут мелькать Пред глазами Последние первые Листы трава Кавалер и подписчик Только останутся Марбург и Фрайбург И звук Вот, Ну и еще, Наверное, Парочку Это фото Хранится на стоке В разбитном И веселом Аду Все умрут Даже тот Краснощекий Что смеется В четвертом ряду А потом Половина седьмого То-то Ужинать Все собрались Из-под пальца Фотографа Слово В угол кадра Сбежит Семииз Это видно Название Грибковой Очень стыдной Болезни Такой От которой Зудящее слово Отзывается Южной тоской То ли дело Териберка Холод Полярный решайник И Один Упор И дает Стола Ну и последнее Кто Расскажет Что подумал Он Наклоняясь Над осколком Праха Разминая В пальцах Сизый ветер Обожгусь Являлся Ничего Ни пши Прохладе Там Где крыша Переходит Где стена Без окон Разделяет Навсегда Щербатые Два Есть Особый Переспелый Воздух Он На легких Застоялся Входом Не отсюда Случайно В детстве И в детство Странное Чур Принят По особой Медной Квоте И Вечность Крежет Разговор Замшелых Стен Каналы Из воду Темную Друг Каждый Пора Пора Лететь К Земле Цветы Проспекты Здания По чужим Неспешным Адресам Спасибо Ну и Немножко Наверное Я скажу Кто будет Следующим Автором Этого Замечательного Проекта Это Действительно Один из Самых Моих Любимых Мало Того Что Поэтов Это Один из Самых Моих Любимых Прозаиков Один из Самых Проницательных Критиков И Один из Самых Любимых Авторов Жанра Который Как-то Начал На старости Лет Читать Один из Самых Прекрасных Фантастов Это Мария Гальдина Это Удивительный Совершенно Человек Это Биолог Морской Биолог Значит Который Бросил Биологию Ради Литературы Рожденная В Калини Нынешнем Твери Прожившая Там Всего Где-то Года Полтора Потом Уехавшая В Одессу Это Человек Юга Это Человек Черноземных И южных Земель Человек Моря Человек Морского Бега И одновременно Это Полномочный Посол В поэзии Прозе Неких Мистических Ктонических Сущностей Которые Мы все В той Или Иной Мере Ощущаем А выразить Их По-настоящему Наверное Может В тексте Сейчас Мне кажется Ну Я не скажу Что одна Маша Но Наверное Лучше Нее Никто Вот И я Попробую Прочитать Один Ее Текст Хотел Два Но Уже Видимо Не Успеваю Такой Но Он Как бы Очень Характерный Для нее Очень Дает Представление Хорошее О ее Стилистике Баба Катя Прячет Руки В рукава Не снимает Платье Даже По ночам У нее Растет На заднице Трава Но Она Не обращается К врачам Баба Катя Полагает Средь врачей Не довыявили Все же Палачей Баба Катя Хорошо Поворожив Может Видеть На три метра Вглубь земли Утверждает Что покойники Ушли Строить Светлую Покойницкую Жизнь Что могилы Лучших Отпрысков Страны Телевизорами Все Оснащены Баба Катя Огненное Скачет Колесо Баба Катя Уне Да и Женщик Кошачьей Головой Баба Катя Наблюдает Не впервой Впрочем Что Баба Катя Из-за Печаль У нее На лбу Невидима Печать И когда Падет На землю Саранча Баба Катя Будет Не Чем Скучать Потому Как Стерва Клавка Из ларька Под раздачу Попадет Наверняка Баба Катя Баба Катя Я уже Окопалась На последнем Рубеже У меня Ли не Лежит На страх Врагам Под подушкой Ворошиловский Наган Выйдет Зверь Из моря Грозен И красив Содрогнется Весь Перовский Жилмассив Над промзоной Третий Ангел Вострубит Только Ваша Баба Катя Устоит На развалинах В рванине Босиком Угрожаю Зверю Черным Кулаком Для того Ли меня Мама В чине Ангельсками Крылья За спиной Подведите Мне Горячего Коня Охладите Кислым Яблоком Меня Поднесите Мне Зеленого Вина Подтяните Мне Тугие Стремена Эх Не выдай Черный Ворон Красный Стяг Мы еще У зверя Спляшем На костях Саранча Летит Железная Звеня Семь Патронов В барабане У меня Семилетняя Закончится Война Кто-то Ж Должен На развалинах Прибрать Нет Сказала Баба Катя Ни хрена Я еще Не собираюсь Умирать Вы уйдете Пропадете Кто куда Я останусь Одинокая Звезда Сколько Выпадет Золы Не Разгрести Кто-то Розен Будет Весело Цвести Встреча Стихотворение из 1948 года Бессмертник Бледен Смертник Жерумян И первый Пробивается Межбревен Второй же Направляет Свой биплан На скопище Цистерн Шепча Виновен Все закрывает Время и туман Наследник Смертника В сибирском Городке Ведет По карте Пальчиком В чернилах Запнувшись На неведомой Меже Наследник Бессмертника Уже и появиться На земле Не в силах Исходят В темноту За родом Рот Лишь слово Появляется Некстати По дому Ходит В порванном Подписываешься Но любим Мы тебя Не только За это Спасибо Вам Дорогие За этот За этот Проект Вообще За прекрасные Прекрасные Тексты Которые Смешно Говорить Про свои Тексты Прекрасные Потому что Я так К ним Привык Но я Сегодня Услышал Совершенно По другому Вот Они В общем В них Что-то Есть Спасибо Всех Очень Люблю Обнимаю Мысленно